Всем привет! Ну и перед началом влога, как обычно, я вас призываю подписаться на телеграм-канал Ваши лучшие друзья и ссылка в описании, как обычно, под каждым видео И на канал Яндекс Дзен Точно так же называется Ваши лучшие друзья Найти нас там очень просто, во-первых, по нику, во-вторых, по ссылкам И, в-третьих, там одинаковые фотографии, одинаковые ава, так называемые, да Что в Яндекс Дзене, что в телеграм-канале, что здесь, в Ютубе Поэтому не потеряйтесь, подписывайтесь и оставайтесь с нами Не переключайтесь, ставьте лайки, пишите Ваши комментарии Ну и так же хочу сказать и задать, наверное, вопрос Есть хорошая наша давняя зрительница, как на Ютубе, так и на Яндекс Дзене Так и в телеграм-канале Лена Иванова Вот она написала в телеге о том, что она с нами уже три года Мне интересно, напишите, кто с нами, сколько уже времени Кто-то месяц, может быть, тот день, кто-то два, кто-то года Интересно просто узнать, сколько вы с нами на Ютубе Как долго вы нас поддерживаете, как долго вы с нами дружите Потому что для меня откровение было, честно говоря, что Лена Иванова Такое долгое время вместе с нами Три года, все-таки такой большой достаточно пласт Быть верным нам, а мы, конечно, верны таким зрителям, как Лена Иванова Хорошего просмотра, хорошего дня Не переключайтесь, подписывайтесь на Яндекс Дзен Подписывайтесь на Телеграм-канал Ну и, конечно, оставайтесь здесь Не забывайте ставить пальчики вверх и писать ваши комментарии Приятного и хорошего просмотра Всем доброе утро зрителям на канале Ютуб Хорошего настроения Несмотря ни на что Пасмурную погоду Либо солнечную Чтобы у вас на душе всегда было Только яркое, эмоциональное настроение И я хочу сказать то, что у нас сегодня опять пасмурно Поэтому Хоть в окно не смотри, как называется Проснулся Вот как все-таки приятно, когда ты просыпаешься И в окно тебе светят лучики солнца Согласитесь Ну Поэтому Можно философски относиться Ко всем этим разговорам Да, размышлениям И не думать, что я депрессую Вопрос Наверное В настроении самого человека Но Либо тогда, когда Действительно Как в московском регионе В центральном регионе Просто Солнца Осенью практически нет Не зря в Москве Врачи говорят, что Жителям Москвы Центрального региона Нужно пить витамин D Наверное, сегодня я схожу в аптеку Куплю витамин D Потому что Вот не то, что депрессия А вы знаете Какая-то апатия Наверное Апатия, наверное Это что-то помягче, чем депрессия Да Ну, так скажем Ничего не хочется делать Не хочется там По дому Я вот понимаю, что Нужно там пропылесосить Да А не хочется этого делать Не хочется Не знаю Там Завтракать готовить В магазин идти Работать Ну, ты это все делаешь Но через силу Да А иногда Вот ты прямо себя ощущаешь Как вот Как электровенник Тебе все Ну, я вам говорил Что я все успеваю И в YouTube записывать видео И в Telego записывать видео Отдельное И там в Яндекс Дзен Что-то выкладывать Наташа, кстати, бабуля Подметила Что я не отвечаю На комментарии Каждый раз говорю Что буду отвечать Но вот сегодня Я прямо себя Посажу За компьютер Потому что Сегодня у меня еще выходной день И постараюсь Одним глазом Смотреть Свой, так скажем Понравившийся мне проект Павлик сегодня Тоже дома работает Но Мы с ним разделимся Он будет на кухне Сегодня сидеть Потому что Мне особенно Ничего не нужно Такого готовить Есть суп Овощной Вечер Я ему предложил Либо тушенку С рисом Либо Гречку с рисом Вот вопрос Только в единственном Помните Раньше были Каши в банках Такие советские Перловка С тушенкой Или там С мясом тушеным Да Рис И у меня почему-то Вот Именно сочетание Рисовой каши И перловой каши Именно сочетание Так скажем Воспоминания О советском времени А вот Гречка Она почему-то Хотя тоже Она была в банках Тогда в советское время Почему-то Она вот как-то У меня не ассоциируется Вот Ну Павлик конечно Любит гречку Больше с рисом Ой Гречку Гречку с тушенкой Я ему предложил Давай Рис Сделаем С гречкой Да что ж такое Только проснулся Рис Сделаем С тушенкой Ну посмотрим Мне кажется Гречка Она немножко Как-то все равно Они по килоколоражу Одинаковые Крупы Но мне кажется Гречка Она как-то Спокойнее Легче усваивается Чем например Рисовая каша Не знаю Вот Поэтому что Я вам Желаю Чтобы у вас было Всегда Хорошее настроение Покупайте Витамин Д Пейте Самый такой месяц Ноябрь Как бы он не был Действительно Он достаточно Сложный Потому что Как я его называю Это ни рыба Ни мясо Ни туда Ни сюда Вот И Его нужно Перетерпеть Конечно Многие Говорят Что еще Декабрь Туда входит Но для меня Действительно Соглашусь Со зрителями Что Там разделились Мнения В телеге Что Кто-то Говорит Что И декабрь Месяц И ноябрь Месяц Какие-то Такие Месяца И ни туда Ни сюда Для меня Все-таки Наверное Месяца Я всегда Грел Нелюбимые Это Октябрь И ноябрь Октябрь Он еще Такой Знаете Середина Октября И ноябрь Месяц Это Что-то Ни туда Ни сюда Плюсом Вроде бы Новый год А вроде бы Еще не Новый год Вроде бы Как бы И люди Украшают Окна И елки Но я Еще раз Говорю Что Конечно Елку Как мне По моему Мнению Елку Наряжать Достаточно Рано Почему При всем Уважении К Новому году К рождественским Праздникам И вообще К Рождеству Елка Все-таки Нужно Наряжать Декабря Но мы вообще Наряжаем Где-то 24 26 Декабря Почему Потому что Все-таки Она действительно Приестся Надоест И ты ее Поставишь Кто-то По-моему Зрители Писал В том году Что Елку Поставил Чуть ли не В середине Ноября А Она настолько Я помню Что девушка была А Ника Не помню И что Елка Настолько Настоебенила Что Пришлось Ее разобрать Уже Вот прямо Перед сам Новый год Потому что И пыль Было И прибраться Хочется И чистоты Хочется А эта елка Уже два месяца Простояла И уже И надоела И все остальное Поэтому Конечно Радость И праздник Она принесет Тогда Когда-то И позже Помните Как в советское Время Практически За елками Ходили 31 числа Потому что Искусственных Елок Либо не было Либо они были Очень дорогие А живые Елки Действительно Можно было Купить Но чем Ты ее Позже Покупаешь Чем Познее Домой Ты переносишь Тем она дольше У тебя Простоит Еще Хотя Традиции Очень много Советских 31 на 1 отметили И 2 Все елки Мне кажется До сих пор С балкона Выбрасывают Эти елки Потом торчат Живые Хочется Конечно Ощущать Вот этот запах Новогодний По-моему Наташа Бабуля Писала О запахе Новогоднем Но мне Елки Жалко Сейчас Столько Много Искусственных Елок Похожие На Реалистичную Елку На сосну Либо На любое Дерево Которое Вам нравится Пихтовое Там Не знаю Там Еловые Любые Но Понятно Запах Новогодний Его Ни с чем Не перепутать Сейчас Можно Опять же Освежитель воздуха Какие-то Есть еще Что-то Как это Искусственные Елки Прицепить И сделать Чтобы Это Совсем Празднично Было Но Целую Елку Рубить Представьте Сколько Она Растет Целую Елку Рубить Буквально На 5 минут Ну Так Скажем На 2-3 Дня Это Конечно Ну Мне кажется Что Не то Купить Лучше Веточки Вот Я Как-то Ветки Покупал Когда Мы Еще Снимали Там Двухкомнатная Квартира Была У 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 Места Где Что Поставить Здесь Однушка У 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 Квартира Полка Стирка Что Там Глажка Глажка И Эти Как Они Называются Приготовление Еды Все Это Конечно Жошуно А То Я Отправляю Сюда Вот Расправляю Массажный Тол И Вот Он Так Скажем Сидит За Для Дивана И Работает Сейчас Скажем Сегодня Нет Так Грандиозное Приготовление Еды Поэтому Ему У У . Филки сидеть за столом вот и я сейчас здесь наоборот себе в водружу себя на этот столик массажный расправлю его все подключу и буду отвечать на ваши комментарии и общаться с вами в ютьюбе потому что наташа тоже вчера сказала бабуля в инстаграме в инстаграме в телеграме что что-то я не отвечаю нигде на ее сообщение я не отвечаю хочу сказать на сообщение практически нигде и никому в ю-тубе я отвечаю когда я например что-то свободен где-то да там стою на светофоре и пришло оповещение а в youtube я раз сразу захожу и ответил так как бы я вижу что оповещение приходит и быстро прочитываю что сообщение нормальные без всяких там знать оскорблений все остальное наших пользователей и она дальше проходит вообще час модерацию делает youtube и это кстати круто что них и появилась такая функция что они сейчас все черные какие-то не понравившиеся комментарии которые не я уже говорил об этом которые нарушают правила сообщества не моего сообщества мое сообщество это там в телеграм-канале здесь ю тубе в гугле так скажем google а youtube это производственная компания так скажем маленькая дочерняя компания гугла и это так скажем единое поэтому нужно говорить это google контролирует youtube а youtube контролирует всех нас и вас которые пишут комментарии то есть у них есть свои правила сообщества что нельзя писать какие-то оскорбления нельзя там еще что-то делать связанные там сейчас нельзя с военными действиями и российские смотрят эти значит всякие там вот эти как называется службы и сам google смотрит значит со всеми этими правилами нарушениями плюс нельзя говорить о коронавирусе нельзя писать о коронавирусе но все там много 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 чего-то тут достаточно много вот этих всяких ограничений норм правил наверное это с одной стороны хорошо потому что это как именно для автора это вот сейчас сразу же что-то google не понравилось сразу в черный список вот несколько раз человек что-то понаписал такого не только в одном на одном канале а вот где-то знаете но мы же многих кого смотрим да там на меня там еще кого-то где-то мы пишем что-то комментарии и google это не понравилось он сразу раз у человека при либо были предупреждения либо пишут многие что даже без предупреждения просто в черный список канал отправляют приходится заново создавать почту заново создавать там бота какого-то либо еще что-то чтобы так скажем продолжать комментировать либо ждать когда тебя оттуда выпустят с этого с этих тюремных наказаний под названием нарушение правил в гугле вот поэтому сейчас я сяду по самому буду тоже отвечать на комментарии на на ваши по завтракам когда магазин по сути дела может быть я схожу быстро сбегают дикси гречка вроде есть но может не хватить я сейчас кстати знаете как делаю не расходу гречку который в пакете как я покупаю рассыпчатую сейчас например для каши да там то есть нужно приготовить там на сегодня на вечер на завтра на день потому что на работу и мне нужно и павлику поэтому пакетики они дорогие а рассыпная гречка хорошая местралевская берешь сразу там пол килограмма высыпал у тебя получилось еда на два на три дня вот и еще вам показать кошечек тюси маруся ведь я даже дверь закрыл потому что мешая павлику спят дремлят едят очень много к осени набирают но не знаю как ваши кошки по осени они сейчас уже у них отрос под шерсток и они перестали линять вот раньше по весне очень конечно у кошек как называется линяет больше всего по весне вычесываешь вычесываешь все в клоках шерсти сейчас все кошка отлиняла под шерсток нарастила и теперь до весны шерсть конечно будет безусловно нож вот не в такой массе как по весне 1 здесь и другая вот а муха торчит вот у нас все таки не знаю получится не получится все таки мы запланировали вот эти обои убрать перед новым годом возможно вот как раз перед тем как мы будем ставить елку в декабре месяце мы возможно вот это все как-то снимем и хотя бы какие-то бежевые как вы рекомендовали такой темный беж хотим наклеить два дня наверное это у нас получится делать их есть у кого-то есть желание нам помочь в этом ремонте грандиозным авто драть обои потом все это нужно вынести прибрать и это все потом конечно быстрому быстро клеим неважно какие обои будут бумажные либо флизелиновые вот потому что по сути дела здесь конечно нужен грандиозный ремонт я уже говорил в телеге и здесь обу и нужно и люстру менять нужно и потому что кривая эта люстра на прямо раздражает меня и потолок здесь нужен натяжной делать и нужно потому что холодно вот эти старые радиаторы я вам показывал в телеге нужно менять и окна здесь нужно менять в общем здесь палка двух концах грандиозное вообще меня по плану было вот если была бы возможность я бы вообще утеплил балкон, хотя опять почему-то зрители в телеге говорили, что балкон не надо утеплять, потому что будут будет грибок. Вот, не знаю, но у нас у многих, знаете, чего нет? Вот это его пристенного, где батарея, убирают полностью вот эту вот оконную раму, утепляют балкон, убирают вот эту вот перегородку, которая вот как бы на балкон идет, да? И получается, так скажем, единое пространство, оставляя кухню. Кто-то закладывает те двери, которые из кухни, вот они параллельно идут, это двери, это двери, там прихожие, заходят сразу же, так скажем, получается, там стена и ванна, и дверь одна, получается, сюда в комнату. И проходная получается кухня. Здесь делают вот такую арку, либо посередине, и вход на кухню. Так мне не нравится. И третий вариант многие делают, это я про однушки говорю, и третий делают как? Вот эта стена ненесущая, и вот эта ненесущая, которая, скажем, под подоконником, вот эта стенка, при стенок такой, они сносят полностью вот эту стену, сносят полностью, как удобнее, вот эту стену сносят полностью, вот этот при стенок, который под... И получается, кухня и комната единое пространство. И даже вот эта тоже ненесущая стена. Типа ее сносят. Она совсем, короче, такая, знаете, сейчас вам покажу. Основная стена, это вот эта, и вот эта, и там с кухней, и вот эта вот получается часть. Видите, она такая совсем пустая. Вот здесь вообще вот картон. То есть тут вообще, вот видите, какая стенка звенящая. То есть это все убирает. И делают, так скажем, так называемый квартиру-студию. Вот такая тоже. Вот это, по сути дела, так. Так. Но все-таки это нужно, такие денжища. Если была бы возможность какое-то время, грубо говоря, сразу же деньги отдать, да, то тогда да. Ну, хотя вот опять же Рита говорит, что переезжать из одной квартиры в другую. Ну, нам просто однушка маленькая. Вот что вопрос. Однушка очень маленькая. У меня была идея фикс, конечно, в дом переехать. Но если бы ему полностью, Паша, работал бы на дистанционке, это было бы здорово. Вот. Но из города уезжать, это тоже проблематично. С ВДНХ уезжать. Очень дорогие районы здесь покупать квартиру. Либо вообще в другой район переезжать, в Москве, где квартиры подешевле. Вот. Но опять же нужно переезжать туда, где есть, например, какие-то знакомые. Вот где поближе, чтобы вдруг что-то с кошками посмотреть, да. Либо обрастать, пока ты обрастешь соседями. Все остальное. Конечно, у нас есть знакомые. Рита в одном месте живет. Можно к ней туда поближе переехать. В ту сторону, на юг Москвы. Можно, где Вася с Ириной живут. Но у них сейчас тоже там дорогой район, стал Марина Роща. Потому что там сейчас МЦД открыли. И вот эту вот большую кольцевую линию. Там тоже квартиры стали дорогие. Здесь на ВДНХ были квартиры не очень дорогие. В какой-то период времени. Но сейчас, не знаю. Как вот я говорил, Собянин открыл вот этот вот небольшой кольцевой, а как она МЦК. Центральная железная дорога вот эта. И он присвоил, так скажем, все, что находится внутри, это стало центром Москвы. Ну, это, так скажем, условно. Он брякнул. И сразу цены возросли. Сразу же. Вот то, что он сказал. То, что вот все, что входит в большую железнодорожную вот эту ветку вокруг Москвы, которая идет вот эта МЦК. Вот. Московское центральное кольцо. Все это является центром Москвы. И сразу цены, не только у нас. Сразу вот все, что внутри показалось, все сразу. Цены сразу повысились. Понятно, что чем ближе к центру, к Красной площади, тем еще дороже. Но я имею в виду, что, ну, вы поняли, про что я. Вот. Одно слово, да, мэра. И что значит сразу же так условно. Ну, и, конечно, то, что здесь у нас ВДНХ рядом. И это все-таки одна из достопримечательностей района. Это не спальный район. Хотя он, так скажем, не совсем центр. С одной стороны, мне кажется, ВДНХ бы не было. Просто обыкновенный спальный район Москвы был. Так как здесь такая огромнейшая достопримечательность. Ну, вот. Здесь и музей космонавтики, и ВДНХ, и рабочая колхозница. И, в общем, тут. Поэтому цены, конечно, достаточно. И Останкино, естественно. Вот поэтому. Красный район, ну, дорогой стал. Поэтому как, что делать? Ну, это покажет время, грубо говоря. Вот. Поэтому надо хотя бы как-то на скорую руку что-то вот это вот дерьмище вот убрать. Вот эти вот цветы, блядь. Вот. И какой-то серый, ой, бежевый цвет какой-то. Посмотреть, какие обои будут. Вот. Понятно, что ляпистое, ничего не хочется. Но будут недорогие обои. Хочу. Недорогие. Вот на раз. Раз и все. Поклеить. Не мучаясь самим. И вот эти страшные, как они называются, как они? Плинтуса. Плинтуса. Не знаю. Либо отдирать. Но это опять человек. Надо кого-то пригласить. Васю. Либо кого-то еще. Вот это же плинтуса нужно обдирать. Это нужно как-то их прибивать. Я этого не умею делать. Конечно, это было бы здорово плинтуса эти ободрать. И под плинтуса все вот эти вот убрать провода, которые мне бесит. Я вам показывал. Вот эти. Я их прибивал, как-то делал. короче, это бесполезно все. И вообще, во идее, то мне нужно вот эту розетку, вот с этой розетки под плинтус спустить еще одну розетку вот сюда. Потому что, видите, по сути дела, здесь тоже нет розетки. И здесь нужно просто поставить розетку. И все. И вот эти все удлинители чертой матери выбрать. Все. И вот эту розетку возможно, что вообще куда-нибудь перенести вот туда ближе, к чему она здесь в советское время была сделана. Вообще, и вот туда надо перенести в угол. Либо еще одну сюда сделать, еще одну сюда. А это куда-то ближе, наоборот. короче, вы поняли, про что я говорю. Вот это вот мута тень, конечно, это пиздец полный. Приготовил вот такой омлет. Извините, что такая сегодня долгая болтовня. День как день, у каждого такое бывает. Не всегда у нас страшовые видео. Утро, обыкновенные во дне. Омлетик. Я стал, кстати, в омлет, знаете, что класят? Сухарики. Я показывал, не помню, показывал, что на ютубе либо нет, либо в телеге. Стал класть просто сухарики. У меня есть вот такие гренки. Кстати, у нас сегодня батон купить, подсушить еще. Удобно. Раз. Кстати, такой новый вкус получается. Вот. Ничего, все у нас на завтрак. Два яйца, сыр и сок. Все, больше ничего. И купили в Чижике вот такую форму крутую новую, маленькую. Потому что эти большие все. Еще одна. Вот там стеклянная где-то еще больше есть. Вот там. А эта маленькая раз на... И то еще можно было меньше брать. Павлик работает. Весь работает, сыр лежит. Молодец. Умница. Умница, Наташа. Умница, дочка. в этих таких как называется спортивных штанах прям вообще спортсмен. Спортсмен. Давай, накладывай ее, блядь. А я накладывал, потому что я не просто так пизжу. Потому что только что из духовки она сейчас поломается. Все сделано было минут 5-10 подождать. Ну ты куда столько сыра нарезал как на армию? Да. Экономь. Экономь. Ты на камеру так не ешь, а камеру-то выключают как начинаешь? Конечно. Конечно. Как та самая женщина с Урала, Всем приятного аппетита, кто кушает. единственное, что я вот увидел вот эти тетки, которые там подсмотрел несколько видео с моей малой родины, так скажем. Там деревня, она живет рядышком. С березняками. Вот у нее какой-то есть штатив, но у нее другое немножко такое на треноге. У нас был такой, но они были все-таки удобный. Раз, поставил, грубо говоря, и снимаем у банка. Получается, как это делать? Вообще, не важно. Вчера не могли просто машину помыть. Вообще, просто, нигде нет мест. Просто приходите, говорят, ключи оставляйте, машину оставляйте, уходите. И неизвестно через сколько приходите. Мы вам позвоним. Я говорю, а вы мне документы пишите, что мне машину забрали? Что это? Машину забрали. Ключи я вам оставил, да, только по своей доброй желаемой, по своей доброй воле. А потом хераксу машину, блядь, нет. Люди в Москве дожидаются самых крайних моментов, чтобы машину переобуть заранее. Не засолил, да, немножко. Лучше не досол, чем пересол. Сыр соленый. Ешь, сыр. И точно так же не помыть никогда машину. Ну, еще выходной, конечно, был. и обувь перебывает, машины. Машину зимней подготовлены. Когда уже снег выпал, тысячу аварий по Москве, потом начинают перебываться. С другой стороны жалко шипованную резину, потому что в Москве снега практически нет. По сути дела, в Москве, чтобы ездить, можно покупать липучки, так называемые. Ну, они без вот этих игл. Ну, опять уедешь в область, вот мы, как это называется, гремячий ключ, да, там снега, гололед такой, там уже на шипах не поездишь. На липучках? Ага. На липучках такой сок вкусный. Я вам показывал. Вот такой вот просто обыкновенный армянский сок в такой коробке, знаете, 80 рублей в Глобусе. Кстати, тогда говорили, что Глобус дорогой стал, да, там очень много везде цены, везде цены повысились, не только в Глобусе. Вот, но в Глобусе, по крайней мере, почему мы туда ходим, потому что там много разнообразий товара. Если, например, в Дикси приходишь, либо в какую-то пятерочку, там, например, только домик в деревне, простоквашино, ну, и там вкуснотеева, например, молочка. И все. И больше никакого выборания, там все-таки выбор, начиная от собственного производства, так скажем, под заказ, который делает там какая-то молочка, компания. И много выбора, любого, от 65 рублей по акции, сметана, до 250 рублей. Какую хочешь, ну, покупай. ну, практически, а как нет? Ну, вот, который, самая дорогая сметана, как она, че-че-че, как-то называют? Чабан. Чабан. Молочка вообще дорогая, непонятно почему. Прямо, по 250 рублей сметана, маленький стаканчик такой. Поэтому, на выбор, на себя смотрю, вроде бы красивая, вроде бы как и не очень. Волнистый попугачик. Нет, ну, к тому, что, сейчас камеру на себя смотрю, несмотря на то, что она снизу, обычно, когда камеру снизу ставишь, лицо, вообще, сразу полнеет человек. Обычно снимать сверху, сейчас, я смотрю, вроде бы не такой полный. Как, блядь, зеркало, куда-то взглянешь на улицу, на этот витраж, да уж, блядь, там уха, блядь. Вообще, витражи нельзя смотреть, они искажают, это все мы красивые, это витражи плохие, кривые. Как фильм советского времени, кривое, как оно, кривое зеркало, что она там, забыл, как называется, Оля Ело, где была. Королевство кривых зеркал. Да, чуть позже встретимся. Я это покажу. Вы знаете, почему я люблю вручную стирать, мыть? Потому что, вот это вчера было забыто на кнопку нажать. Вот посудомойка. Все ночь простояла. Теперь получается, что это ни хрена не влазит в машинку. Оставь что-то, я сейчас вручную помою. Наверное, форму оставь. Либо ты если ты на два часа будешь стоять, тогда форму наоборот ставь. Я свою посуду могу знаю. Только почему-то ты с ней не дружишь. Что-то у меня грязные какие-то ребята. Прости, я вас почищу. Ну, вроде бы она с одной стороны большая, а с другой стороны давай вот это я вручную помою. А вот это можно сюда поставить. А вот это нельзя поставить туда? Не близко. Еще, может быть, Паша говорит, попытку сделаешь, помоешь сегодня машину. Я говорю, я не знаю. Сегодня, либо завтра. Нажимай. Наверное, схожу, сейчас посмотрю, время уже полодиннадцатого, поэтому там тоже будет народ, наверное. Народище там будет уже. Похренище. Вчера просто вообще везде по 40 минут, по часу, по два, вообще оставляйте машину. Так. Так, и половинку. Вот так сделаем. Пусть тирает. Не туда нажал. Половинка. Все это вручную. Сейчас будем. У меня здесь крючок. Ёкарный бабай. И вы знаете, вот как не открывая аккуратно вот этот ёбаный, прости господи, меня за мой французский, вот этот клей, суперклей, все равно весь обляпаешься в нем. Смотрите, все руки, блядь, как аккуратно, не открывая, все, все, весь уже прилеп, блядь, и коробки, и к этой, самой тюбику, и к этому крючку. Вообще, блядь, не могут придумать уже ничего, в современном мире живем, вот иногда удивляют меня, вот производители, особенно суперклея. И что мне сейчас этот клей убрать? Смотрите, все руки. Руки, вот смотрите, все блестит. И здесь тоже. Чем вот этот сейчас суперклей убирать? Каким, каким, каким средством? Руки, как в этом сейчас, пленке. Хотел, знаете, еще спросить, это я один, спрашивый такой, неэкономный, либо как, вот я когда зубы чищу, у меня бежит вода, вот так вот, грубо говоря, я чищу зубы, и вода хлещет, во всю. Либо вы ее отключаете, ну, помочили там, не знаю, эту щетку, нанесли зубную пасту, и выключили воду, и чистите. у меня всегда бежит вода, я не могу, не могу себя никак отключить, экономить воду так. Сейчас надо, еще больше, видимо, ведь, я так понимаю, сейчас молчит, а потом мне скажут, сделай мне бороду, ну, типа, вот это все убрать. Потому что, видите, тоже все, не знаю, видно вам, либо нету, таки все места. все это нужно убирать. По бокам и голову. Надо было, конечно, барбершоп идти, но у меня есть, чем убирать. У меня есть, естественно, лезвие, как у любого мужчины, да и у женщины, в наше современное время. Одна машинка, вторая машинка, еще швеля. Вот это все. Вот это все, сейчас я буду, приду, машину сейчас все-таки постараюсь, наверное, машину ковыть. Обедать есть что? Только ужинать нужно, но я все-таки, наверное, суп мы сегодня подъедим, мультиварка освободится, я в мультиварке сделаю сейчас, только пусть он сам определит, рис это будет, либо гречка, а то потом не будет еще есть. Знаете?